Депутаты Ивановской областной думы впервые рассмотрели законопроект о региональном бюджете 2018-2020. На внеочередном заседании они утвердили основные параметры главного финансового документа. На 2018 год общий объем доходов 34,6 миллиарда рублей, общий объем расходов 34,4 миллиарда, профицит 153 миллиона рублей. Правительство Российской Федерации выделяет Ивановской области более 2 миллиардов рублей на реструктуризацию государственного долга. Суть этой реструктуризации состоит в замещении кредитов, получаемых областью коммерческих банков, кредитами, получаемыми от Министерства финансов. Естественно, что такой подход позволяет нам экономить деньги на обслуживание государственного долга, поскольку плата за кредит, получаемые с федерального бюджета, не сравнена в разы ниже платы, которую мы отдаем коммерческим банкам. Размеры, высвобождаемых на обслуживание госдолга средств, составят порядка 300 миллионов рублей. Как распорядиться этими деньгами, депутаты будут решать в ближайшее время. Для этого создадут согласительную комиссию, которая начнет проработку возможных вариантов. Кроме этого, планируется встреча депутатов областной думы с временно исполняющим обязанности губернатора. Станислав Воскресенский расскажет о своих взглядах на главный финансовый документ. Первые пожелания им уже внесены. Мы смогли себе позволить увеличить капитальные вложения в развитие области, и уже это отражено в бюджете. Это серьезные, важные социальные объекты, которые расположены в муниципалитетах. Школы, детские сады, инфраструктура моногородов. Это капитальные вложения, которые мы запланировали, сможем себе позволить и реализовать. Так запланированы средства на строительство ФОКа в родниках. Общеобразовательных школ в поселке Савино и Каминский. Детских дошкольных учреждений в Кинишме и Шуе. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.